Еще пять лет назад сложно было представить, что один из учебных корпусов бывшего речного техникума, а ныне филиала Университета водного транспорта, может выглядеть так свежо. Ремонт в здании не проводился с довоенных времен, а теперь здесь вовсю кипит работа. Обновление уже на финишной прямой. На средства федерального бюджета восстанавливают все, начиная с торца здания и заканчивая внутренними интерьерами. Увидеть, как проходит ремонт, приехал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Именно при поддержке парламентария выделили средства на обновление здания. Начиная с 2018 года я стараюсь максимально содействовать, способствовать развитию этого заведения. И полным ходом идут реставрационно-восстановительные работы в основном учебном корпусе, здании, являющемся памятником истории архитектуры на улице Молодогвардейской. К осени текущего года эти работы будут в полном объеме завершены. Мы сегодня обошли объект, в этом удостоверились. Общая площадь ремонта 3400 квадратных метров. Меняют перекрытия, монтируют стены, лестничные пролеты, заменяют инженерные коммуникации, восстанавливают крышу. Сейчас полностью готовы окна с фурнитурой, отреставрированы фасады, работают над внутренней отделкой. Установили новую противопожарную защиту, санузлы. Масштабный ремонт продолжается в аудиториях и актовом зале. Особое внимание уделяют системе вентиляции и кондиционирования. Здание учебного корпуса бывшего речного техникума переживает настоящий ренессанс. Я очень рад тому, что наш бывший речтехникум выходит в большое плавание. Сегодня внимание со стороны федерального центра, учредителя к нему большое. И с этого года у нас начинается подготовка студентам уже по высшим программам обучения. Во время проверки учебного заведения Александр Хинштейн и заместитель руководителя федерального агентства морского и речного флота Владислав Ставицкий также посетили один из действующих учебных корпусов и общежития. Приняли решение, что оба здания также нуждаются в ремонте. Уровень содержания быта наших курсантов имеет очень важное значение. Надо определиться по составлению дефектной ведомости, определению суммы необходимых денежных средств на восстановление и приведение вообще к нормативному состоянию этого объекта. Делегация также посетила место строительства будущего учебно-тренировочного центра. После его возведения учащиеся смогут проходить профессиональную подготовку в условиях, приближенных к реальным. Здесь оборудуют классы для испытаний по самым разным направлениям. Сейчас решается вопрос финансирования для будущего строительства. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События. Продолжение следует...